Украинский фэшн-дизайнер Здравствуйте Ну, я что хочу сказать, почему моя роль сегодня необычна Потому что сегодня вопросы, может быть, друг другу, а может быть, даже Владимир будет задавать Константину, не знаю Вот мои собеседники будут говорить, как правило, друг с другом, а я с удовольствием буду их слушать Поэтому я вот на этом просто замолкаю, передаю слово Владимиру Ну, а затем, может быть, в какой-то момент слегка присоединюсь к дискуссии, а так буду просто получать удовольствие от того, о чем вы будете говорить Да, у нас беседа – это элемент рациональной психотерапии массового сознания в условиях накручиваемой истерии с целью отвлечь внимание от того, что сейчас происходит И будем говорить о культуре, потому что, на мой взгляд, культуре недостаточно мало внимания уделяется И в культуре происходят не менее важные процессы, чем в военной сфере, в экономической сфере, в политической сфере Поэтому вопросов много и тем много, которые есть обсудить Можно я сразу назову главную тему, а тема очень интересная – немодные вопросы модному дизайнеру И поэтому сразу вот, сказав это, опять снова передаю слово Владимиру Да, немодные вопросы – это означает, что я не буду спрашивать, а что будет модно носить в этом сезоне Как выглядела та или иная знаменитость и что вы думаете по этому поводу? Будут другие вопросы, но вот первый вопрос – с места в карьер Константин, ощущаете ли вы замедление культурного развития? Вы знаете, это вот тот вопрос, на который можно вообще ответить Блицем Конечно же, да, и дело в том, что это ощущается даже с конца прошлого века Что, в принципе, наверное, естественно Потому что 20 век, не зря же его называют веком модельеров Он дал миру такой невероятный рывок, практически квантовый скачок моды В этом смысле я всегда с удовольствием вспоминаю маму ныне покойную нынешней английской королевы Которая, как вы помните, прожила тоже королевой Елизаветы Которая прожила 100 лет И вот представьте себе, она родилась в самом начале 20 века, в первые годы То есть она в жизнь въехала, можно считать, в дилижансе А выехала она, в принципе, в космических кораблях То есть невероятные события, которые произошли в течение столетия Когда до такой степени радикально изменился весь технологический уклад Что, конечно же, сказалось на моде И вот с начала 21 века, ну даже раньше, наверное Со второй половины 20-го мы наблюдаем постепенный спад И на сегодняшний день все то, что мы с вами условно называем модой Потому что сам по себе термин даже на сегодняшний день устарел И да, извините, что я отвлекаюсь от основной темы Я вот хочу поблагодарить Владимира Потому что вот за те 25 лет, даже больше, которые я занимаюсь модой Это первый эфир, это первый интервьюер, который сказал, что он не будет мне задавать вопросы о том Что будет модно и кто что носит, за что вам огромное спасибо Потому что, к сожалению, вся наша пресса, она всегда общение начинает с этого вопроса Я уже просто 20 лет повторяю всем одно и то же Что на сегодняшний день этот вопрос не актуален Как бы диктат моды из нашей жизни ушел Да, так вот, возвращаясь к основному вопросу Да, безусловно, с конца 20-го века пошло замедление И с тех пор, в принципе, дизайнеры Особенно это те дизайнеры, которые вынуждены работать на большие модные дома Они крутятся вокруг стилистик, которые уже созданы Да, это тоже интересно, это тоже может быть Раньше это называлось плагиатом, теперь это называется цитированием Понятно Следующий вопрос Почему, на ваш взгляд, пандемия не вызвала массовый творческий скачок? Ну, известные примеры Болдинской осени у Путина во время эпидемии холеры Господь с вами, Владимир, у Пушкина, у Пушкина Болдинская осень Ну просто Путин уже у всех на устах последние И у меня тоже пошли симптомы массовой Истерии Болдинская осень у Пушкина И во время эпидемии яблока на голову Ньютона падает Когда он уезжал из Олдана во время эпидемии Почему сейчас пандемия не вызвала массовый творческий скачок? Не только в моде, а в целом В других творческих Вы знаете, я скорее даже с вами не до конца, скажем так, соглашусь Мне кажется, это вопрос несколько дискуссионный Потому что, смотрите, мы, наверное, должны рассматривать это на разных уровнях Когда мы говорим о уровне, допустим, бытовом Да, вот давайте на секундочку на него спустимся Вот у меня огромное количество знакомых Причем это в основном женщины, я вам хочу сказать Которые вот за это время обнаружили в себе такую массу талантов То есть люди начали делать авторские сыры Фотографировать, вязать какие-то совершенно невозможные и невероятные шляпы У меня вот в Киеве есть одна очень хорошая подружка Это вообще ренессансный человек Который, будучи одновременно гениальной мамой И прекрасным интерьерным фотографом Она обнаружила в себе вот этот вот дар Она вяжет такие шляпы, что, извините меня Но там Филипп Тресси нервно курит в туалете где-то в Лондоне То есть, ну это очень красиво И по этому пути пошли очень многие Скажем так, моя кума, мама моей крестницы То есть она сейчас делает такие подушки и одеяло То есть она говорит, мы одеялим одеяло То есть никто не мог подумать, что это случится Мало того, пандемия так хорошо на нас сказалась Что большое спасибо нежлобским оперным театрам Такие, как Метрополит, такие, как Парижская национальная опера Венская опера, которые просто в свободном доступе Выложили свои спектакли Боже мой, сколько людей занялись вокалом просто дома И кто-то мучает своих соседей, а кто-то радует Поэтому на вот этом уровне, как раз наоборот Люди к этому творчеству потянулись И, кстати говоря, возвращаясь к теме театров Когда пандемия чуть-чуть расслабила свою мертвую хватку А я, честно говоря, все-таки отношусь к тем людям Которые считают, что это не столько пандемия, сколько инфодемия Как мне кажется, здесь больше каких-то вот таких вот Околонаучных вещей, с которыми еще вирусология не до конца разобралась Людей уже напугали, что когда театры открылись Туда просто хлынули люди То есть вот эта вот, ну как бы тяга к творчеству Нет, она не иссякла Я очень рад, что творчество началось снизу И начался творческий подъем снизу Это просто великолепно, замечательно Следующий вопрос Англичане когда пошли в Индию И оттуда привезли моду на халаты Затем другой пример, после Второй мировой войны Эти немножко уже постаревшие ветераны Примерно на 10 лет привезли Ввели в Советском Союзе моду на пижаму То есть пижама была элементом А потом она также резко вышла из мода И в связи с этим вопросом, в связи с массовым переходом на удаленку А будет ли какое-нибудь влияние и возвращение пижамной моды на Амуром? Владимир, смотрите, все даже круче Как бы, оно все действительно идет по спирали Вот смотрите, мы все изучали историю крестовых походов Так вот, после крестовых походов Как бы в Европе и начался на самом деле Вот этот вот взлет моды на ориентализм Потому что это они Все эти Людовики VII, все эти Ричарды Львиные Сердца Которые вернулись оттуда, из Ливанта Как бы они привезли моду на вот эти вот тюрбаны, халаты, шелка и так далее То есть это стало появляться как бы в интерьере В интерьере домов и замков европейских Мало того, как бы мало кто об этом знает Но на самом деле одежда, которую мы с вами все сегодня носим Которая выкроена поликалом Она же, собственно говоря, получила такую возможность Именно тоже после крестовых походов Потому что крестоносцы на Востоке Столкнулись с новыми технологическими способами работы со сталью И изменился доспех рыцаря То есть он стал кроеным То есть его стали делать из частей Которые четко описывали, например, шею, руку, торс человека То есть керасы вот эти все И в какой-то момент какой-то совершенно гениальный Ну по всей видимости он, я так думаю, был бургундцем Потому что есть понятие бургундских мод Он как бы это все использовал Ну и да, конечно, мир постоянно опыляет друг друга Какими-то там новыми идеями А то, что произошло вот сейчас Вот эта тяга к пижамам, как вы сказали Вы знаете, на самом деле Где-то, наверное, в начале нынешнего века Мы столкнулись, здесь в Харькове был интересный фестиваль Туда пригласили Сашу Васильева Знаменитого историка моды И вот мы с ним общались Он мне сказал, ты знаешь, история моды, по всей видимости, идет к пижаме Я ему сказал, что, ой, давай как бы сделаем все, чтобы мы до этого и не дожили Это как-то совсем все скучно Ну вот он оказался прав Но оказалось, что это совсем не скучно А здесь еще сказался, знаете, какой момент? Это как рококо после барокко Когда все устали от этого пафосного большого стиля, так называемого И так захотелось этой природы, этого удобства, этого какого-то интима Ведь нельзя, не зря же королева Мария Антуанетта Да, она бежит из Версаля в малый Трианон В какую-то интимную среду своих друзей Где можно не носить парик, не надевать корсет Где можно вообще как бы прожить практически весь день в простом линяном платье То есть с нами случилось это же То есть после оголтелого засилия гламура От этого устали даже его носители В этом плане вопрос Можно ли сказать, что классический деловой костюм ушел в прошлое так же, как корсет? Я думаю, что нет Я думаю, что нет, потому что все равно это красиво Потому что даже если ты его надеваешь там крайне редко Вот у меня там дома висит смокинг Я его надеваю там раз или два раза в год Да, это пытка Но иногда как бы это в удовольствие Это хорошо Всегда хорошо, когда у тебя есть хороший костюм Это всегда нужно Этому всегда есть место Дело в том, что проблема нашей лесополосы Я иногда так называю Украину В том, что мы иногда не знаем, куда в чем ходить Вот как бы есть места, куда в костюмах вполне уместно Особенно если рядом с тобой дама в вечернем или в коктейльном платье Понятно Следующий вопрос Раньше одежда за 30 метров демонстрировала статус человека То есть было видно, что вот за 30 метров от тебя идет знатный человек Или его, или незнатный Еще недавно демонстрация статуса с помощью одежды была в высшей степени не культурна Миллиардеры поддевались подчеркнуто просто А что будет дальше? Не знаю и не готов вам ответить Потому что мы все периодически чувствуем, видим какие-то маркеры будущего в настоящем Но опять-таки, вы же понимаете, мы это видим не на научном уровне, как вы А мы видим на каком-то таком шаманском уровне плясок с бубном И предполагаем, что что-то где-то как-то будет Поэтому сложно очень тут прогнозировать, на что мы выйдем Но на сегодняшний день как бы эта тенденция сохраняется Действительно, если мы с вами сейчас полетим в то место, где, как я считаю Когда люди действительно умеют одеваться, у них это в крови Я имею в виду, конечно же, столицу Ломбардии и Милан То мы с вами увидим, что люди одеты довольно спокойно, свободно, подчас небрежно Но, боже мой, как же это красиво Вы понимаете, есть, наверное, таланты, которые присущи целому социуму Целой группе людей, когда культурная среда, сам ландшафт вокруг Вот делает человека вот просто специалистом в этой области Вы стандартно говорите о Франции, Италии или есть какие-то вот другие страны, которых вы Людмила, вы знаете, это просто мое личное впечатление Потому что, допустим, ну я в Париже, не будучи, ну много раз в Париже Я не увидел там каких-то радикальных отличий, допустим, от того, как одеваются в моем родном Харькове Или в Киеве, или где бы то еще Знаю, конечно же, этот расхожий анекдот Как поймал старичок, парижанин, там, женщину на улице и сказал О, мадам, наверное, русская Ну, это было еще при Советском Союзе Она сказала, да, как вы догадались Он сказал, да только женщины из Советского Союза в Париже ходят на высоком каблуке днем То есть, ну действительно, как бы некоторых наших можно увидеть и узнать и по высокому каблуку И по сумке Гуччи днем, и по вечернему макияжу Это всегда есть везде Но вот именно Милан меня, лично меня, как бы потряс Именно в том смысле, что ты садишься на улице, там, просто на Корсо Виктора Эммануила И ты можешь, ну, час сидеть, и перед тобой просто проходит живьем контемпорарий арт Именно в области фэшн Живьем Понятно Следующий вопрос Ну, вот мой тезис о том, что глобализация закончилась, началась регионализация Регионализация в моде, западная культура выходит из моды? Вы знаете, я, честно говоря, не могу сказать, что она прямо выходит Потому что все равно там некоторые тенденции они намечают, они определяют Другое дело, что на сегодняшний день в области моды То, что мы привыкли называть западом, это уже не совсем запад На сегодняшний день креативный директор дома Живанши Демна Гвасалия из Грузии Грузинский дизайнер Совершенно гениальный художник И, ну, в Фейсбуке есть целая группа, которая просто ржет как бы над его экзорсисами Хотя, на самом деле, даже не подозревают до какой степени гениальные вещи он делает Да, мы не должны сегодня относиться к моде как исключительно к чему-то утилитарному То есть в моде всегда есть место музейному залу То есть некоторые вещи, они призваны для того, чтобы стать арт-объектом И дать некое направление, какое-то движение Такую как бы дорогу идеям, которые могут возникнуть вслед этой основной магистральной идеи Поэтому как бы сегодня все смешалось в доме Аблонских в этом смысле И говорить о том, что там Запад сегодня имеет какое-то решающее значение для нас Для нашего восприятия моды, ну нет Сегодня как бы Восток, то, что делают японские дизайнеры, то, что делают южнокорейские дизайнеры Это не менее интересно, не говоря уже о том, что выходцы из того же Леванта Они захватили и Париж, и Лондон И с удовольствием одевают династии Персидского залива Которые все еще пользуются так называемой высокой модой Которая, кстати говоря, вполне себе жива Что же касается регионализации, да, вы всегда в этом смысле были правы Потому что вот я ее первый раз увидел тоже в Италии Когда получилось так, что мы путешествовали с юга на север И приехав в Неаполь, мы увидели одну стилистику городского стиля Именно стрит-стайл В Риме мы увидели другой стрит-стайл В Милане мы увидели третий стрит-стайл И вот в Милане, разговаривая на эту тему Ну, я тогда впервые увидел, услышал такие вещи Что, ну, вы же понимаете, что как бы Все, что южнее Рима, это Африка Хотя Рим, это тоже Африка Вот, поэтому как-то это было очень похоже на все эти разговоры О том, что Донбасс кормит Украину То есть это, знаете, из той же серии немножко Поэтому, да, все очень региональненько уже У вас есть замечательный цикл на Ютубе Не академическое искусствоведение По реакции зрителей на этот цикл Можете ли вы сказать Классика европейская Она по-прежнему модная Или она выходит из моды? Ну, смотрите, мы же там говорим Как бы это другая часть моей такой разноплановой личности Если я могу так о себе говорить Все-таки мы там занимаемся больше искусствоведением Там больше живопись Причем там искусство от Древнего Египта и до наших дней Сейчас готовится лекция по Пикассо Я думаю, что, ну, вот большое искусство не выйдет из моды никогда Мало того, это очень ликвидный продукт Это то, что очень хорошо продается И на сегодняшний день продаются и покупаются вещи Которые, ну, в большинстве своем Как бы, ну, мало кто понимает Как, например, тоже потрясающая совершенно вещь Вот не могу ее не упомянуть Это в галерее Тейт в Лондоне Буквально там несколько лет назад Китайский художник Ай Вэй Вэй Очень интересный Если интересно, загуглите, как бы, посмотрите на него, почитайте Он по турбинному залу галереи Тейт Он рассыпал семечки подсолнечника А турбинный зал, он огромный И вот семечки подсолнечника укрыли, как бы, пол галереи Тейт Пятисантиметровым слоем То есть вы себе представляете, да, количество этих семечек А теперь внимание Вот хорошо, что вы сидите Все эти семечки были сделаны из фарфора и расписаны вручную О нет, это невозможно просто Просто невозможно Людмила, это так при этом Невероятно При этом это так То есть и этот объект, насколько я знаю, он куплен Куплен той же самой галереей Тейт Вот Сохранилась ли мода на классику? Я думаю, что да Как бы она и не уйдет Потому что, понимаете, чем хороша классика? Классика, как бы, она тем и прекрасна Что это прежде всего Ну, как бы, некий стандарт качества Который всегда будет иметь значение И пока будет существовать Британия Будет существовать классика Особенно мужская и женская Ну ладно, почему с Британией вы только вот так вот связали-то на прямую классику? Я очень люблю английский крой Я очень люблю то, как одевается, как одевается вот английская аристократия Где есть место, как бы, с одной стороны, свободе Чуть ли не спортивной свободе А с другой стороны, есть место, ну, до такой степени Выверенному чувству меры Которому не придерешься Знаете, так как вот Шанель, она в своей жизни Она говорила очень много глупостей Но есть вещи, которые, конечно, совершенно гениальные Когда она сказала, что вот надень на себя Вот все то, что ты любишь из украшений Да, она говорила о женщине Вот надень все свои любимые украшения Которые ты хочешь надеть вот сейчас В этот момент на вот это мероприятие Но два последние сними Вот такое ощущение, что англичане снимают пять последних И это всегда красиво Да, как перекликаются цивилизационные вещи с вещами культурными Я говорю о том, что эпоха крестовых походов Это аналогичная эпоха и эпохи великих географических открытий Реформации и она же аналогичная реформе эпохи модерна Которая была в 20 веке Ну и вы говорите Мы одинаково говорим Обращайте внимание на британскую аристократию Я тоже говорю, что Это сейчас они будут в тренде И аристократия, британская монархия Роль британской монархии будет возрастать Да, боже храни королеву Следующий вопрос Где предел оригинализации? Чем мода харьковская отличается от моды киевской? Или детская? Или уже можно говорить Чем мода харьковская отличается от моды изюмской? Владимир, не готов Не готов я серьезно говорить на эту тему Потому что, по всей видимости Я ее недостаточно исследовал в своем творчестве Наверняка это есть Но наверняка это еще и связано с уровнем дохода Опять же, мы с вами сейчас Смотрите, мы с вами сейчас говорим о чем? Мы говорим о подиуме? Или мы говорим о масс-маркете? Это все-таки немножко разные вещи Просто понимаете, что случилось? На самом деле в 19 веке случилось то Опять же, возвращаясь к Шанель Чего она страшно боялась Шанель в свое время сказала Это тоже очередная глупость, которую она сказала Она сказала, что страшно Время, прекрасно, когда мода выходит на улицу Но страшно, когда улица приходит в моду Но вот вся вторая половина 20 века И вот начало 21 века Категорически спорит с мадам Шанель по этому поводу А в 19 веке ведь случилось что? Случилось то, что Низшие слои общества Если будет позволено Использовать этот термин Они структурно Стали носить тот же костюм Что и высшие слои общества Просто это были Меньшие объемы ткани Более дешевые материалы Более простенький пошив Но это было ровно все то же самое Те же шляпы, те же сюртуки Те же жилеты, те же брюки Те же турнюры Перчатки, зонтики у женщин Но опять же Речь идет как бы о разнице качества Но носить люди стали одно и то же То есть структура костюма та же И на сегодняшний день изменилось что? Изменилось то, что структура костюма Принятая в субкультурах Скажем так Возьмем рэп, например Она пришла в высокую моду Рэп вышел на подиум То есть субкультура И структура костюма рэперов Стала трендом Сегодня случилось то, что Благодаря тому, что индустрия В 20 веке просто сошла с ума От того темпа, в котором Она вынуждена была существовать Индустрия моды И на сегодняшний день Вот она вздыхает И я, честно говоря, как дизайнер Этому очень сильно рад То есть сегодня, например, шведы Отказались от своей национальной недели моды Потому что в мире произошла страшная вещь Сегодня, если собрать вместе Все футболки, которые выпущены на планете Ими можно вымокать мировой океан То есть такого переизбытка шмоток Не было никогда В принципе И я не помню, к чему я это говорил С чего я начал Я потерял мысль Со мной такое иногда случается Нет, после такой информации о футболках И мировом океане Все что угодно можно забыть Я вам хочу сказать Я понял, хорошо Тогда простите меня, пожалуйста Так, идем дальше Вот об индустрии моды Будет ли обвал индустрии моды Из-за все меньшей эффективности маркетинга? Да вы знаете Я как бы вот сильно очень рассчитываю Что именно это вот прямо сейчас У нас с вами на глазах случается Потому что если даже я Потерял интерес К обязательному отсмотру Миланской, парижской, лондонской, киевской недели То есть я там быстренько чего-то пролистал Вот из тех, кого я традиционно люблю Кто мне традиционно интересен Ну и все И в очередной раз я себе говорю Ну вот, Костя, кризисы случаются у всех Потому что в этом темпе То есть делать что-то качественное Делать что-то принципиально новое Очень сложно Вы понимаете, мода ведь она завязана на чем? Для моды самая важная вещь на свете Это концепт новизны То есть раз в полгода Вынь да положь Вот что-то новое Не то, что как бы Человечество Дизайнер сам к этому не готов до конца То есть он еще не отработал Те идеи, которые у него были Или он готов их еще повертеть, покрутить А в какой-то момент критики говорят Да ну, мы это уже видели Дайте что-то новое Как бы вот в этой погоне за чем-то новым Гибнут самые лучшие марки на самом деле Согласен Следующий вопрос Транснациональные корпорации В индустрии моды и дизайна Ну вот то, что Крупные дома Моды Какова на Ваш взгляд их дальнейшая судьба В плане распада И обала индустрии моды Будет ли Что от них останется Через пять лет Ну да Ну это скорее даже в большей степени Экономическое явление Как мне кажется Потому что я-то смотрю Я-то смотрю на всю эту историю С точки зрения художника прежде всего То есть я смотрю на это С точки зрения человека То есть вот смотрите Будь я на сегодняшний день Хозяином ЛВМАш Которым принадлежит Ну по-моему от Диора И до не помню кого Но чуть ли не вся Вся французская индустрия моды Ну я бы наверное Начинал все распродавать Понятно Следующая тема Которую хотел бы затронуть Смотрите Все одноразовое выходит из моды Важнейшими потребительными Качествами Снова становится большой ресурс И ремонтна пригодность Мы снова вернемся К заточке лезвий для бритья Снова будем ремонтировать одежду И передавать платья От одного поколения к другому И как в этих условиях Творить дизайнеру Или ориентироваться только На статусный спрос То есть на Верхние 5% спроса Ну вот смотрите Вам видно что я показываю? Видно конечно Это спиннер Совершенно верно Людмила Я все время забываю Как эта крутилка называется Это то что касается Одноразового Понимаете как? Вот одноразовое Оно В моду вбегает Быстренько набирает обороты И быстренько из моды выбегает То есть в принципе Это все никуда не делать И так или иначе Это будет возникать Если мы говорим О феномене тиктока Который тоже Ворвался в жизнь И стал каким-то Таким модным явлением Надолго ли его хватит? Мы не знаем То есть рано или поздно Он тоже станет Чем-то игрушкой Которая наскучила Как наскучила Вот эта крутилка То есть это нормально Опять-таки Это поиск Поиск концепта нового Без чего Мода как бы не существует Наверное Ну и конечно Конечно мне Мне больно думать Что мы с вами Вступаем во время Когда Всем править будет архаика И мы вернемся В какой-то вот такой Архаичный период В котором да Мы должны будем Затачивать Лезвия Там или опасные Бритвы В котором Вот мы вернемся На технологический Скажем так Ну прошлый какой-то Порядковый уровень Если вы об этом То мне бы не хотелось Если честно Я полагаю Что мы У нас впереди То есть мир сейчас Идет в архаику В смуту А у нас впереди Не архаика У нас впереди Новая барокко Но это мы Попозже поговорим А мир Затачивал лезвия Причем не Такие именно Маленькие лезвия Это 20-е Это 40-е годы Когда Да Не так давно По сути Это было Не так давно Следующая тема Которую хотелось бы Обсудить Сексуальная революция Давно завершилась Мир Наступает Время Традиционализма Наступает Время Домостроя И Наступает Время Харферства Но это же Стыдно смотреть Как все Друг Все эти желтые Здания Вся поднимаются На то что Какая-то там Позволила себе Излишний Откровенный Наряд Это Мы движемся В направлении Домостроя Нас ожидает Православный Талибан Ну Не хотелось бы Конечно Потому что Как бы Все вот эти Разговоры Про оскорбление Конечно Прав верующих Но это Какая-то Безнадега Точка ру И все это И все это Довольно скучно Но Я не готов Согласиться С тем Что Закончилась Сексуальная Революция На самом деле Потому что Смотрите Да Мы можем Говорить о том Что там В 60-е годы Мэри Куант И Андре Куреш Они Кстати Практически Одновременно Одна в Лондоне Другой в Париже Изобрели Мини-юбку Как бы Ну и с тех пор Как бы Мини-юбка Вот тогда Так Как бы Стала Вызовом Общественному вкусу И началом Сексуальной Революции Именно В моде Как некий символ Но с тех пор Как бы Эта история Все равно Так или иначе Продолжается Потому что Ну смотрите Совсем недавно На Евровидении Победил Победил Мужчина В женском платье С бородой Длинными волосами Как бы И он победил Реально Мало того Как бы Я отслеживаю Инстаграм этого персонажа Как бы Ну он Он очень интересен Он очень необычный Он сам по себе Культурное явление Мне кажется Даже Даже в Украине Вот недавняя Недавняя история Там нашего Отбора На Евровидении Да У нас появляются Персонажи Которые там Еще пять лет Еще шесть лет Назад Как бы На центральном Канале На Суспильном На отборе На Евровидении Как бы Ну Вряд ли бы Как бы Появились Поэтому Нет Эта история Продолжается Просто Знаете Вот есть Как бы Некое Замедление Как бы Этой истории Она пошла Пошла Как бы Мягче И И может быть Действительно Медленнее Поэтому Мне кажется Что это Сексуальная революция Она продолжается Она не кончилась Нет Есть у революции Начало Нет у революции Конца Это хорошо Понятно Так Следующий вопрос Как живется Художника Во время Замедления И дефицита Новых идей И Можно ли Вдохновляться Местной Тематикой Ну Вот Вы Привели Пример Что Творчество Пошло Снизу Может ли Творческий Человек Вдохновляться Не тем Что в Милане А тем Что Рядом 20 километров Понимаете В чем штука В том Что касается Тем Чем я Занимаюсь И занимаются Многие другие Художники Здесь Очень сильно Все завязано На воображении На нашей фантазии Это помните Как знаменитые Эти красивые слова Только я глаза Закрою Передо мной Ты встаешь Только я глаза Открою Над ресницами Плывешь Это вот Наш Это вот про нас Про художников Поэтому В этом смысле Знаете Нам достаточно Закрыть глаза И мы оказываемся На Понте Векио Во Флоренции И возбуждаем В своем сознании Те картинки Которые там Уже когда-то Видели При необходимости Поэтому Несмотря ни на что Я не могу сказать Что художники Прям испытывают Какой-то Дефицит идей Дефицит Социально важных Идей Возможно Потому что Такое искусство Тоже есть Ну и пока что Нового Курбе Например Или нового Дородена С бурделем Но мы пока Не наблюдаем Искусство Все-таки Оно сейчас Немножко другое Но говорить о том Что нет идей Да боже Сохранить Дело в том Что Ну вот Я сейчас Например Рисую Как никогда И я очень рад Что Опять же Возвращаясь К теме театра Что в Украине Наконец Произошло то Что Происходило Всегда Во всем цивилизованном мире Когда театр Обращался К фэшн-дизайнерам Я вот даже Вчера Специально У своего Партнера Режиссера Этого проекта Как бы Взял разрешение Могу ли я Об этом говорить Есть совершенно Шикарная Рок-опера Игоря Поклада Прекрасного Украинского Композитора Царь Ирод Совершенно Фантастическая Вещь И Покладу Вот сейчас В связи С его Юбилеем И награждением Орденом Звездой Героя Украины Президент Пообещал Помочь В постановке Этой вещи На Театральной сцене И мне Предложили Заниматься Костюмами К этому Спектаклю Для меня Сейчас Это Совершенно Невероятный Источник Вдохновения То есть Я сегодня Про царя Ирода Знаю Все Сразу На этом же месте Хочу сказать Поздравляю Спасибо вам Большое Спасибо Это действительно Круто Согласен Держите за нас Кулачки Обязательно Следующий вопрос Новая камерная Культура Вот сейчас Пандемия Люди ушли Из больших Форматов Больших Пространств По моему Времени Мы Будем Зарождаться Новая барокко Это как-то Чувствуется Или На микроуровне Может быть Это проявляется Или еще Не чувствуется Смотрите Владимир Тут главное Чтобы мы С вами Мы с вами Четко договорились По поводу Терминологии Потому что На мой взгляд Я знаю На самом деле Эту вашу мысль Я с ней уже сталкивался И даже пытался Мысленно Как-то с вами Дискутировать На эту тему Понимаете Чем штука Мне все-таки Кажется Что барокко Как большой стиль Как пафосный стиль И сразу На ум Приходит Этот знаменитый Портрет Людовика XIV Работы О Сент-Ариго Где есть место Горностаю Вышитым лилием Колона У нас сзади Ко-ко-ко-ко-ко Где есть место Но все-таки Каким-то более Интимным отношениям И сегодня Какая-то Вот такая Искренность Пусть она Будет даже Слегка театральной И наигранной У некоторых Кто-то будет Конечно играть В эту искренность А у кого-то Она будет настоящая Они будут Очень востребованы Потому что Вот я допустим Могу судить В данном случае О себе Я перестал смотреть Олигархические каналы Телевидения Где я как бы Ну я все понимаю Я вижу прежде всего Неискренность То есть моя Скажем так Моя основная претензия Предположим К предыдущему президенту Это именно Неискренность Прежде всего То как бы Вот в своей среде В среде друзей В среде каналов Которые мы Выбираем на ютубе И в том числе Не могу не Поблагодарить вас За существование Укрлайфа Вот искренность Которая идет Из ваших эфиров Ну вот это Действительно ценно Поэтому Я наверное Вот этот вот Информационный интим Называю Рокуко Ну я можно Владимир Я сразу поблагодарю Просто Такие добрые слова В адрес Укрлайфа Как же я могу оставить Их позав Увагу Просто Спасибо Это очень искренне Спасибо Да я согласен Единственное Хочу заметить Что на мой взгляд Это пафосная барокко Время Людовика 14 Еще Это следующий век А пока Это Барокко Начиналось тоже Как с камерных Как камерный стиль И с Небольших объемов Небольших форматов Это На мой взгляд Это вот то Что Взрыв творчества Снизу От людей Это вот С начала Этого Этого Вы знаете Опять же Я же говорю Что может быть Мы с вами Немножко Говорим О разных Разных Ну знаете Как Мы с вами Смотрим На слона С разных Сторон Потому что Для меня Барокко Это экстаз Святой Терезы В Риме Который гигантский Но Владимир Опять же Я почему Не склонен С вами Спорить Я слежу За вашим Творчеством С 2006 Года Вы с тех пор Ни разу Не ошиблись Да ладно Идем дальше Итак Тема Такая Термин Геронтомода Почему Мода Постарила Или Только Так кажется Я очень Сильно Хочу Чтобы она Это сделала Чтобы она Это сделала Прежде всего В Масс Маркете Потому что Опять же Возвращаясь К Италии У меня есть Одна очень Хорошая Подружка Она сама Харьковчанка Вышла замуж В Италии За настоящего Маркиза Уже с ним Рассталась Потому что Ей страшно Не понравилось Но Я когда Приехал к ней В гости Она Жила тогда Под Миланом На их вилле Она мне показывала Мы с ней Специально выехали Это такая Покатиловка Под Миланом Которая называется Сиренью И вот Она мне показывала На этих Старушек У которых У всех Идеальная прическа Причем У кого-то Выкрашенная В фиолетовый У кого-то В оранжевый цвет У которых Сумасшедшие тени На глазах У которых Жутко морковная Помада Которые Одеваются Это сплошной Гуччи Да Этот Гуччи Как бы Из прошлогодних Коллекций Причем Наверное Еще тех времен Когда были живы Сами Гуччи Маурицио И так далее Но Это все До такой степени Ярко Это все Так отвязно Понимаете Когда вот Люди пожилые Они одеваются На самом деле Как дети Мало того У них даже Это детская радость На глазах Они когда приходят Единственное Чем они от детей Отличаются Это что В ресторанах Им наливают алкоголь И никто Как бы Против этого Не возражает Поэтому Как бы Я только Как бы Ну вот Всеми руками За Не говоря уже О том Что понимаете Никто не придумал Другого способа Пожить подольше Как постареть Поэтому Я все-таки Считаю Что пожилые люди Как бы Они не то что могут Они просто Обязаны Отрываться Именно В модном В модном Контексте Понятно Следующий вопрос А продолжается Ли сейчас Оттук Творческих Талантов Из Харькова Москва Вы знаете Должен вам Сказать Что Я иногда Делаю Такие Вылазки В метрополитене Потому что В метро Очень удобно Наблюдать За людьми Я там Раз в месяц Два раза в месяц Катаюсь На метро Как бы За людьми Наблюдаю И Ну И потом Это всегда Есть Возможность Подумать О шмотках Потому что За рулем Я себе Не позволяю Это делать Потому что Я могу Просто уйти В другую Реальность И вот В метро Я замечаю Огромное количество Объявлений О автобусах И вообще Прямом сообщении Между Харьковом Москвой Харьковом И Питером То есть Это существует До сих пор Для меня Честно говоря Это было Совершеннейшим Открытием Я не знал Что все так просто Но я понимал Что там Наверняка Какое-то сообщение Существует Ну что это Прям Вот так вот Поэтому Какие-то мозги Наверное Туда Оттекают И Ну Мне не жалко Эти мозги Пусть оттекают Судя по тому Как ведет себя На сегодняшний день Россия Видимо Наши мозги Не сильно им помогли Которые Оттекли туда И Среди Круга Круга моих Знакомых Круга моего Общения Ну Туда не Оттек Никто У меня Единственный Приятель Как бы Коллега Можно сказать Сейчас Уехал в Париж И пытается Там как-то Как-то Обустроиться Но Это Исключительно Связано С творчеством Насколько я понимаю Он даже Гражданство Менять не планирует Это просто Работа Но Это Совсем Совсем Другое Направление Как вы понимаете Дальше Следующая Тему Которую Хотел бы Затронуть В разговоре Это Изменение Преобладания Местной Самоиндификацией Над Общенациональной По Примеру Британии Они провели Опрос Британцами Себе считают Жители Лондона Еще там Двух Графт И то это Такие Специализированные Графта Видео Оксфорда Где Доминирование Университета Остальные Себя считают Не просто Англичанами Или Шотландцами Они Себя считают Жителями Конкретного Графства Киев В этом плане Не показатель То есть Проецируя Это на Украину Киевляне Себя считают Украинцами А В Харькове Местная Самая Индификация Доминирует На Общеукраинской Вы Сначала Живете На своей Улице Затем В районе Затем В Харькове И потом В Украине Или Вы сначала Живете В Галактике Затем В рукаве Ориона Затем В Солнечной Системе Затем На планете Земля А только Потом В Украине И только Потом В Харькове То есть Что сначала Где вы Живете Владимир Вы знаете В связи С теми Обстоятельствами Которые Возникли Вокруг Украины На протяжении Уже Восьми лет Которая Идет Война На протяжении Этих Восьми лет Которые Мы Все Так или Иначе Участвуем Кто Деятельно Кто На уровне Диванных Разговоров А это Я вам хочу Сказать Тоже Немало Это тоже Важно Когда Мы Все Спорим Дискутируем О том Как Обустроить Свою страну Как она Должна Функционировать Какой Она Должна Быть Что Мы От нее Ждем Претензии Которые Мы Предъявляем Власти Себе То есть Наверное Это Как раз То время Когда Я Стал Слышать И от Себя И от Других Людей Мы Берем На себя Ответственность За то Что Происходит По Всей Стране На самом Деле И Здесь В Харькове Опять же Я Но Этот Круг Общения Он Все-таки Считает Себя Украинцами Хотя Это Все Русскоязычные Украинцы Некоторые Из них Легко При Необходимости В условиях Преподавания Или еще Чего-то Они Переходят На Украинский Язык Если Это Нужно Но Все Они В Быту В реальной Жизни Конечно же Говорят По-русски Я Как бы Если Я могу Затронуть Эту Тему Я Считаю Что Для Нас Для Всех До Такой Степени Сейчас Очень Важно Донести Там Какие-то Свои Идеи Друг До Друга И Они Должны Быть Высказаны До Такой Степени Филигранно Правильно И точно Что Лучше Это Делать На Том Языке Который Среда Которой Ты Обращаешься Все-таки Поймет Лучше И Правильнее Будь то Русский Или Украинский Язык Поэтому Я То что Я вижу Вокруг Здесь Все Считают Себя Украинцами А потом Уже Харьковчанами И так далее Но Опять же Это Один уровень А есть еще Уровень Бытовой И когда У кого-то Из нас Дома Вдруг Не стало Воды Например Да Или Выключили Отопление То конечно же Вот в этот Самый момент Мы все Начинаем жить Прежде всего На своей Улице Ну а Виноват Во всем Конечно Президент Само собой Так Следующий вопрос Не слишком ли Украинская Культурная Жизнь Сейчас Киевоцентрична И как Дойдет В Украине Культурная Регионализация На ваш взгляд Я вот Не могу Опять же Вам не похвастаться Что Ко мне Как к дизайнеру Приезжают Клиенты Из Киева Это происходит До сих пор Мало того На сегодняшний день Это уже Просто Как бы Ну это Звезды шоу-бизнеса Которые Которые Приезжают И как Я Начинаю Убеждаться Не потому Что у нас Ну что в принципе Логично Чуть дешевле Чем в Киеве А приезжают Скорее За качеством Идеи И вот Качество Идеи Когда устраивает То ты понимаешь Что Вот Господу Богу Ему Я понимаю Что он Гипотеза Ну все-таки Что Ну как бы Ему все равно В кого он Вкладывает Вот этот вот Фиат Люкс Да Искру Божью Где живет Этот человек Опять же В Покатиловке В Киеве Во Львове В Херсоне Для него Это не имеет Значение И на сегодняшний день Да Конечно Мы все понимаем Что основные деньги Они сегодня в Киеве Все еще Все так же Потому что Мы все еще Наследники ОССР Со всеми Вытекающими Последствиями Но Как бы Все равно Все видят Что эта ситуация Так или иначе Меняется И сегодня Благодаря интернету В том числе Ну мир До такой степени Становится Все в большей степени Нашей общей Коммунальной Квартирой Что где В этой квартире Гостиная Скоро Надо будет Уже разбираться Владимир Я бы хочу спросить А нам еще вопросов Хватит на следующую Программу Или нет Вот у вас там Скажите У меня осталось Два вопроса А Мы же можем Придумать И зрители подскажут И мы придумаем Как вы думаете Может мы сейчас Бросим клич Нашим зрителям И встретимся Например на следующей Неделе Так чтобы Потому что Мы так час проговорили Не заметили А хочется еще Как-то продолжения Чувствуется Что не все вопросы Заданы еще Спасибо Мне с вами Обоими тоже Очень интересно Я вам хочу сказать Тогда может быть Давайте перенесем На следующую неделю И поставим здесь Сегодня многоточие Интересно же Правда И кинем клич Нашим зрителям Пусть они под видео Напишут вопросы А я потом Их адресую У меня единственная Просьба Если это возможно Очень загруженная Следующая неделя Хотя бы через две Конечно Мы согласны С удовольствием Еще больше вопросов Соберем Спасибо вам Спасибо вам огромное Это тот случай Когда и вопросы Фантастические И ответы просто Замечательные Получила искреннее Удовольствие Извините Что иногда вмешивалась Планировала просто послушать Но не могла же Не вмешаться Спасибо Всегда рады Спасибо Спасибо вам огромное Владимир Стус и Константин Пономарев Были сегодня у нас в прямом эфире За что мы им страшно благодарны И конечно мы признательны вам Наши спонсоры на платформе Патреон Нашему другому партнеру Медицинскому центру Призма И спонсору канала Торговой марки Гетман Оставайтесь с нами Мы конечно продолжаем Наши прямые эфиры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому